Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим один очень интересный швейцарский сырок Пиора. Интересен тем, что этот сыр не экспортируется из Швейцарии и производится только для внутреннего рынка на швейцарских фермерских хозяйствах и производится он готовится маленькими головками, 2-3 килограмма. Еще он интересен тем, что в процессе вызревания участвуют пропионокислые бактерии или пропионовые бактерии, которые мы обычно используем в таких сырах как Родомер, МАЗДАМ для образования больших глазков. Но этот сыр не имеет горячей, ну теплой фасы созревания, поэтому глазки большие не образуются. А пропионовые бактерии в данном случае отвечают за особый уникальный вкус этого сыра. Все ингредиенты для приготовления сыра из 20 литров молока вы найдете в описании видео. Нам понадобится закваска, причем понадобится часть термофильная, часть мизофильной закваски в соотношении 50 на 50, вы все найдете в описании. Также понадобятся пропионовые бактерии, молочнокислый фермент, флористый кальций, ну в общем все по стандартной схеме. Мы готовим из готового набора для приготовления сыра Пиора, который купили в интернет-магазине сырок.com.ua. Очень рекомендую этот интернет-магазин, можно покупать как готовые наборы, так можно покупать все по отдельности. Заквасочные культуры, ферменты, культуры плесени, антибактериальный латекс. То есть вы можете покупать отдельно заквасочные культуры и формировать свои вкусы сыра. Также, допустим, вы нигде не найдете голландского сыра, к примеру, с плесенью, пенициллином, ракфорте. Мы собираемся приготовить такой сыр, нашли рецепт на одном из первоисточников. Очень интересно будет получить твердый сыр с голубой плесенью. В таком случае, вот, очень удобно покупать все ингредиенты по отдельности. В состав набора, как я уже сказал, входит заквасочная культура, молокосвертывающий фермент и пропионы. Вот так вот выглядят. Все упаковано очень классно, вот такие вот колбочки. Ребята гарантируют стерильность. И 4 месяца работаем с этим интернет-магазином, сотрудничаем. Плесень не очень хорошо работает. Ну, в общем, могу смело рекомендовать. Итак, друзья, о оборудовании. Нам понадобится водяная баня в данном случае. Ну, или сыроварня у кого есть, или водяная баня у кого нет сыроварни. В данном случае мы используем мармит. Понадобится друшлаг и марлечка. Лира для нарезки сгубка. Если нет лиры, ну и в том числе в помощь лире понадобится нож, который можно порезать сгусток, то есть, чтобы лезвия ножа хватало по глубине емкости. Также понадобится форма для формирования сыра. Естественно, все это должно быть стерильное, все должно быть либо стерилизационным раствором обработано, либо уксусом. И в любом случае при приготовлении сыра соблюдайте чистоту и гигиену, чтобы не заселить туда никакие сторонние культуры и, соответственно, не получить какой-то неожиданный, непрогнозируемый результат, типа горчинку. Часто спрашивают, приготовила сыр, а как бы сыр горчит после вызревания. Все очень просто. Туда попадают маслянокислые бактерии. Это проблема гигиены животных или проблема гигиены дойки животных. И эти маслянокислые бактерии, они гнилосные, и вот они дают такой неприятный, горьковатый вкус очень многих сыра. Поэтому перейдем к молоку. Мы используем фермерское молоко. Также можно использовать магазинное молоко, только пастеризованное. Ультра пастеризованное молоко для приготовления сыром не подходит. Гомининизированное тоже не подходит. То есть только пастеризованное. По поводу фермерского молока. Если вы вдруг покупаете его на рынке или у незнакомого фермера, образно говоря, если вы не знаете каждое животное в лицо и не погладили его по шейке, лучше молоко фермерское тоже пастеризовать. Мы в наших фермерах уверены, поэтому готовим из сырого молока. Значит, а, еще. В любом случае, хотел сказать, вот очень часто задают вопросы по поводу хлористого кальция. В пастеризованное молоко добавлять хлористый кальций обязательно. Без него сырный сгусток не сформируется или сформируется очень слабый и дряблый. В непастеризованное молоко его добавлять желательно. И на этот счет написаны ГОСТы даже. То есть ГОСТ гласит, что в пастеризованное молоко на 100 литров продукта добавляется 30-40 грамм сухого хлористого кальция. В пастеризованное молоко для подготовки молока, для повышения его сыропригодности на 100 литров молока добавляется 10 граммов сухого хлористого кальция. Мы добавляем хлористый кальций в растворе 10%, следовательно, в непастеризованное молоко На 1 литр молока добавляем 1 мл 10% раствора хлористого кальция. В пастеризованное молоко на 1 литр молока добавляем 3-4 мл 10% раствора хлористого кальция. Сыр... А, еще как бы вот тоже забыл, что-то я сегодня рассеянный. Извините, пожалуйста, важные вещи забываю сказать. Фермерское молоко не должно быть только из-под коровы, только надойное. Идеально использовать вчерашнее дневное или вчерашнее вечернее молоко. Которое после дойки было охлаждено и хранилось при температуре не выше 10-11 градусов. С молока снимаем сливки. Во-первых, этот сыр нам не нужен слишком жирный. Во-вторых, у него достаточно длинный срок созревания. Срок созревания у него 3-6 месяцев. И жир, содержащийся в сливках, может дать нам горчинку. И в-третьих, из сливок мы банально готовим сметану, которая очень вкусная, домашняя. Жалко мне сливки отправлять в сыр. Да я и выпить сливок люблю, если честно. Но в данном случае эти сливочки пойдут на сметану. Как я говорил, молоко вчера было надойно. Сливки уже поднялись сверху. И вот таким вот образом... Ложечка, кстати, от нашей подписчицы. Спасибо большое за ложечку. Мы вас помним. И ложечкой этой пользуемся. Это нам подписчица сделала такой подарок. Ну, можно на самом деле, большим шприцом даже можно сливки стягивать с поверхности молока. Но у меня теперь есть чудесная ложечка, поэтому отбираю ей. Итак, все молоко подготовили, сняли сливки. Давайте будем его нагревать. Непастеризованное фермерское молоко обязательно процедим через мелкую марлю. Или обычную медицинскую марлю, сложенную в два слоя. Если вы хотите пастеризовать молоко, тогда сделайте эту процедуру перед пастеризацией. Если вы используете магазинное или заловское пастеризованное молоко, то эту процедуру уже сделали за вас, и вы ее можете опустить. Делаем это для того, что в молоке так или иначе есть вот такие вот небольшие сгусточки. Если мы не проведем эту процедуру, при внесении заквасочной культуры, прямого внесения, колонии заквасок все образуются вокруг этих сгусточков, и мы не получим равномерного повышения кислотности молока, и, соответственно, потом не получим нормального сырного сгустка. Сейчас процедим все молоко и вернемся к вам. После того, как полностью процедили все молоко, приступим к нагреву. Для контроля температуры помещаем молоко в термометр. Можно любой термометр использовать, даже обычный. Ну, обычный, я имею в виду стеклянный. Нагреть молоко на водяной бане до температуры 33 градуса. Следите, чтобы нагрев не проходил быстро. Процесс нагрева должен занять у нас не менее получаса. После того, как температура поднялась до 33 градуса, вносим 10% раствор хлористого кальция. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 минут, ну, так сказать, чтобы прошел процесс сыроподготовки молока. Вот так будет правильно. Через 2 минуты вносим на поверхность молока порошок закваски термофильной и мезофильной. Ну, у нас он в общих колбочках, она уже смешанная, но если вы готовите из отдельных ингредиентов, то просто высыпаете нужное количество той и той закваски на поверхность молока и оставляем еще на 2 минуты, чтобы закваска хорошенько регидратировалась. Также по поверхности молока рассыпаем порошок пропионовых бактерий. Хорошенько перемешаем молоко движениями вверх-вниз, чтобы порошки заквасок равномерно распределились по всему объему молока. И оставляем на 15 минут для повышения кислотности, при этом стараемся поддерживать температуры 33 плюс-минус 1 градус. Через 15 минут вносим молокосвертывающий фермент. Молокосвертывающий фермент в любой форме за 10 минут до внесения надо растворить в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. То есть независимо от того, сухой или в жидком виде молокосвертывающий, все равно его растворяем. Вносим, перемешиваем и оставляем на 45 минут, поддерживая температуру в пределах 33 плюс-минус 1 градус. К сожалению, для этого сыра я не нашел альтернативного рецепта и не нашел мультипликатора. В рецепте, который предоставил нам сайт, ну и предоставит всем сайт сырок.com.ua, собственно говоря, рецепты у них, кстати, очень хорошо, что опубликованы на сайте, мультипликатор не указан, поэтому просто оставляем, так как указано в рецепте, на 45 минут для формирования сгустка. Через 40 минут проверяем сгусток на чистый разлом. Сгусток сформировался отлично. Разлом действительно совершенно чистый, просто идеально. Приступим к порезке. Нарежем сгусток на вертикальные столбики с размером 1,5 см. Вначале в одну сторону, затем фенбедикулярно первому резу, чтобы у нас получились вертикальные столбцы. После того, как сгусток порезан вертикально, необходимо порезать его горизонтально. Мы используем лиру, специальный нож для нарезки сгустка. Также можно резать изогнутым под 90 градусом шампуром, что не очень удобно, или ножом по диагонали. После того, как сгусток нарезан, перемешаем его немножко и если остались какие-то большие ненарезанные кусочки, вот так вот венчиком раздробим их. Буквально чуть-чуть, минутку перемешаем. Если больших кусков нету, значит оставим сгусток на 10 минут. Через 10 минут, когда сгусток немножко отдохнул и сыворотка отделилась, надо измельчить вот так вот венчиком зерно до размера миллиметров 5, чтобы оно было достаточно мелкое. С помощью венчика измерчили зерно вот до такого вот размера, но стало, ну такое, достаточно маленькое. Оставляем его на 10 минут, чтобы оно уплотнилось, осело и отдало сыворотку. После паузы начинаем перемешивать зерно, ну, либо ложкой, либо если у кого в сыроварне есть интегрированная мешалка, то включаем мешалку и перемешиваем 15 минут. Такой средней интенсивностью. Зерно будет уплотняться, округляться и отдавать сыворотку. Через 15 минут зерно еще сильнее уплотнилось и стало практически вот такое вот кругленькие шарики. Даем ему 10 минут отдохнуть, после этого еще 10 минут перемешивать, вымешивать будем. Через 10 минут зерно еще больше уплотнилось, вообще превращается в такую мелкую-мелкую крошку. Наша задача теперь поднять температуру до 49 градусов, так, чтобы она поднималась в течение 40 минут. И в это время, все время непрерывно продолжаем помешивать зерно. Через 40 минут температура поднялась до 49 градусов и сырное зерно превратилось в крошку. Подыми-ка зерна, чтобы можно было его увидеть. Такое совершенно мелкое и немножко резиновое, но при этом хорошо слипается. Оставим зерно в покое минуты на 2, чтобы оно осело на дно емкости. После того, как зерно осело, отберем сыворотку. Из сыворотки после этого можно приготовить либо сывороточный итальянский сыр рикотту, у нас на канале есть рецепт, либо норвежский сыр брюнос. Это вообще очень интересная штука. Посмотрите рецепт на нашем канале, вам понравится. Для того, чтобы зерно не попало в сыворотку, в емкость, в которую переливаем, вот так вот ложим дуршлачок, и то зерно, которое у нас не утонуло, попадает в этот дуршлачок. Таким образом, мы его не потеряем. Следующим этапом марлезонского балета будет выкладывание сыра в форму. Для удобства форму застилаем марлей, но в нашем случае мы застилаем органзой. Выкладываем сырное зерно слоями. Надо выложить один слой, потом уплотнить зерно. Каждый последующий слой зерна вот так вот приминаем, чтобы сыр хорошо уплотнился. после этого завернем марлю. Не переживайте, что там будут складки, потом при повторном прессовании мы будем уже прессовать без марли, и все складки разгладятся. Ну, по крайней мере, должны. И нагрузим сыр весом 10 килограмм на 30 минут. Вот так вот. Через полчаса перевернем наш сыр и освободим его от марли. Сольем сывороточку, слетаем поршень и достаем сырочек. залип. В общем, с марлечкой получилась проблема. По той причине, что... Переворачиваем Ларис пока. Я буду рассказывать. По той причине, что сыр был подплавленный, то есть мы его готовили при высокой температуре, и зерно очень сильно прилипло к марле. Мы наигрались, наверное, час, пока эту марлю аккуратненько оторвали, не повредив головку сыра. Немножко ее после этого подпрессовали, чтобы она стала ровной. Теперь, друзья, отправляем сыр на вторую прессовку. Будем прессовать весом 15 кг в течение 10 часов. То есть лучше использовать для вот этого сыра, ну и в принципе как для всех, как допустим для чедера, к примеру, там тоже марля не нужна, потому что она прилипает, он подплавленный. Так и для этого сыра лучше использовать гладкую форму и не ложить, ну не использовать никакую марлю. Вот прям в форме его прессовать, потому что с марлей реально катастрофа была. Я думал, что сыр испорчен, если честно. Я вот не подумал об этом и завернули его в марлю. Я, естественно, из текстового рецепта этот момент вычеркнул. В общем, прессуется весом 15 кг в течение 10 часов. Через 10 часов отправляем сыр на засолку. Для этого приготовили 20% солевой раствор. Сейчас расскажу, как его приготовить. в 4 литрах воды растворяем килограмм соли и доводим до кипения. После того, как рассол закипел, даем ему остыть до комнатной температуры, процеживаем через несколько слоев марли. После этого добавляем на каждый, ну, грубо говоря, добавляем 4 грамма хлористого кальция и 2 столовые ложки уксуса. Таким образом, у нас получается именно 20% рассол. Солить сыр будем из расчета о, кстати, мы его не взвесили. Ладно, сейчас взвесим. Солить сыр будем из расчета 1 час на каждые 100 грамм сыра. То есть, грубо говоря, если вы готовили из 10, ну, если у вас получился, вернее, килограмм сыра, то 10 часов. Если полтора килограмма, то, соответственно, 15 часов. Хлористый кальций нужен для того, чтобы корочка сыра не замыливалась. Итак, оставляем наш сыр в рассоле. В нашем случае головка я вижу где-то 1600-1700 грамм. То есть, на 16-17 часов. Мы ее в процессе, после того, как будем вынимать из рассола, взвесим на камеру, чтобы было понятно, какое количество сыра у нас получилось. Через 17 часов засолка закончилась. Я, кстати, обещал взвесить сыр. Извлекаем его на просушку. Сейчас возьмем весы. Вот так. Что у нас получилось? 1711 грамм. Практически я угадал. Я так и сказал. Между 1600 и 1700 грамм. Теперь, друзья, следующий этап это обсушка. Обсушиваем сыр при комнатной температуре, то есть, 18-20, ну, 18-20 вообще идеально. 18-20 градусов в течение 2-3 дней. Наша задача добиться полностью сухой корочки, чтобы она на ощупь тактильно была сухая. После этого помещаем сыр. Кстати, в процессе обсушки, да, вот мы используем такую штуку от микроволновки и дренажный коврик. В процессе обсушки каждые 12 часов обязательно переворачивайте сыр, чтобы он высыхал с двух сторон равномерно. Если его положить на решетку, то отпечатаются некрасиво будут эти полоски от решетки. Далее перемещаем сыр в камеру для созревания сыров. Температура 10-11 градусов, влажность 75-80%. Стандартная влажность. Если нету камеры для созревания, используем вот такой вот контейнер. Время от времени приоткрываем его и закрываем. Если на стенках контейнера появляется роса, то открываем, вытираем росу, даем сыру проветриться и так далее. В течение первых двух недель каждый день переворачиваем сыр. Если вдруг начнет появляться плесень, протираем его соляным раствором. Можно использовать вот такой же соляной раствор, в котором мы засаливали нашу пиору. И следим, как бы формируем натуральную корочку. При желании можно сыр покрыть защитным покрытием, то есть создать ему, допустим, покрыть латексом, или же упаковать в вакуум или специальный пакет для вызревания сыров. Если вы упаковываете сыр в вакуум или в пакет для вызревания сыров, тогда о влажности заботиться не придется. То есть, внутри вакуумного пакета образуется особый свой микроклимат, и сыр вызревает правильно. Тогда есть смысл следить только за температурой. Итак, друзья, с удовольствием вам представляем сыр пиора, приготовленный по рецепту от интернет-магазина сырок.com.ua Мы этот сыр раньше не готовили. Это у нас, так сказать, первый опыт. И что за зверь у нас получится, узнаем через 3-4 месяца. Наверное, все-таки через 3 месяца. Вызревать у нас пиора будет в течение 3 месяцев в камере для созревания сыров. И, наверное, не будем его покрывать латексом, будем формировать натуральную корочку. И через 3 месяца, как обычно, традиционно, будет дегустация сыра пиора. Мы покажем вам, что получилось, расскажем, какой он на вкус. Ну и скажем, есть нам чем похвастаться или нет. А пока, друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось, делитесь нашим видео. А мы будем снимать для вас новые интересные сырочки. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok